Сегодня в Наринмаре завершился третий семестр просветительского проекта «Институт прикладного права». Почти два месяца слушатели курса знакомились с правовыми способами решения жизненных проблем. В программе для слушателей были предусмотрены не только теоретические знания, но и практические для закрепления полученных знаний. Дмитрий Хатанзейский, учащийся социально-гуманитарного колледжа, пришел в Арктическую школу права, чтобы подковать себя правовыми знаниями. Юноша даже в колледже выбрал клуб по данной тематике. Я прослушал третий курс, для меня это первый. Я узнал много нового из области права. Было очень интересно. Я даже не жалею, что восходил. Арктическая школа права – это 36 часов обучения. За это время ребята побывали в прокуратуре, также посетили музей, познакомились с антикоррупционным, трудовым, жилищным, законодательствами и другими темами. Сегодня мы подводим промежуточные этапы, говорим об окончании третьего семестра Института прикладного права. Такая форма взаимодействия органов прокуратуры с молодежью, она во многом отвечает требованиям и указаниям Генеральной прокуратуры о правовом просвещении. По словам уполномоченного по правам человека в Нинецком округе Ларисы Сверидовой, правовое просвещение для молодежи необходимо. Сегодня мы часть огромного просвещения проекта, который курирует федеральный уполномоченный Татьяна Николаевна Воскресловна. И мы вошли в школу правозащитников молодых. Поэтому на сегодняшний момент мы видим наших школьников или студентов Арктической школы права, слушателей Общественного института прикладного права, именно как трансляторов права, правовых мыслей, правового просвещения и, самое главное, законных способов решения жизненных проблем. Они уже становятся правозащитниками и, конечно, будущее проекта ориентировано на то, чтобы не просто пришли ребята сюда, послушали молодые люди, а чтобы они стали теми людьми в гражданской позиции, которые смогли не только бы себя защитить, но и свои семьи, своих близких и знакомых. Участникам Арктической школы права выдали сертификаты о прохождении курса лекций. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Телеканал Север.